Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в поселке Витязела, период Спартанский 5. Сегодня мы с вами посмотрим на гостевой дом Вайт. Я вам расскажу подробно о том, какие номера, какая инфраструктура, что тут можно покушать, по каким ценам. И сходим с вами обязательно на море, посмотрите, какие расстояния и как выглядит пляж. Приятного просмотра! Не забывайте лайки, поделитесь своими друзьями, потому что в этом году можно приезжать, отдыхать у нас. И ценники у нас очень приятные. Парковочные места есть вот здесь, вдоль территории отеля. И также вот тут находится парковочка 300 рублей, стоимость парковки машины в сутки. Территория отеля огорожена, можно спокойно здесь отпустить деток. Они приходят играть на батуте, взрослые могут посидеть на такой вот скамеечке. Есть детская зона столиками и домиками. А также можно выйти и отдохнуть просто за столиками. Также возле бассейна имеются лежаки, которыми вы можете воспользоваться. Бассейн фильтрации, есть детская зона, есть зона для отдыха взрослых. Глубина взрослой зоны есть, не забываясь, метр шестьдесят. Детская сантиметров сорок-пятьдесят. В отеле проходит каждую среду анимация. И заходим. Здравствуйте! Здравствуйте! Добро пожаловать! Мороженку можно прикупить. Кстати, цены приятнее, чем в обычных магазинчиках. Сейчас мы с вами посмотрим трехместный номер. Здесь на входе у нас есть место для того, чтобы повесить верхнюю одежду, поставить свою обувь. И также свои вещи разложить можно в такой вот шкафчик. То есть на него есть все. Плечики. Везде есть зеркала. При входе мы ставим карточку. У нас включается свет. И вот такой реализации зеркала на двери я, честно, не видел ни разу. Прям клево. Можно посмотреть на себя, как ты выглядишь перед выходом. Или когда находишься здесь, причем в полный рост. Санузел, раковина, зеркальце, туалет. Здесь у нас душевая кабинка. Можете посмотреть. Девочки, если вы приезжаете сюда на отдых, то фен с собой вести не надо. По требованию вам на рецепшене их выдадут. Идем дальше. Здесь бадуарный столик. Ну, или просто для того, чтобы сесть перекусить. В каждом столике есть вот такой вот халагиник, телевизор, кондиционер. Здесь размещение на троих. Выполнена одна двуспальная кровать и одна спальная. Рядышком стоят тумбочки. Есть бра для подсветки, если вы вдруг решите что-то там посмотреть или почитать. Ну, и, конечно же, давайте посмотрим, как выглядит балкон. Балкон у нас здесь видом на двор, на бассейн. Вы можете увидеть, что есть два столика. Пепельница, место для сушилки. Ну, и детки уже плавают в бассейне. Говорят, водичка очень теплая и довольно-таки комфортно людям. Мы находимся в полностью туристической зоне, поэтому вокруг вас только один гостиница. Сейчас мы с вами будем смотреть четырехместный номер двухкомнатный. Стоимость в данный момент 3200 рублей. Заходим, вставляем карточку. Зажигается свет. На входе у нас есть зеркальце, опять-таки, в полный рост. Место для того, чтобы поесть верхнюю одежду, разместить обувь. Шкафчик для хранения ваших вещей. Плечики тоже есть. Санузел выглядит в этом номере вот в таком формате. Стоит стойкошка, шторка, туалет, раковина и зеркальце. Все симпатично, вытяжка работает, это хорошо. Будуарный столик, так же самое с наполнением холодильник, стаканчики, телевизор, кондиционер. Раскладывающийся диван для двоих. Это вот первая комната. Места здесь, честно, вы можете увидеть, что довольно-таки много. Кстати, вот мы ходим в второй комнате, никаких посторонних шумов не слышно. Это очень хорошо. Двухспальная кроватка в отдельной комнате, тоже для удобного размещения. Также здесь можно выйти на балкон. Балкон у нас также отдельный свой. И, пожалуйста, стульчик, столик, пепельница для того, чтобы посидеть. Вокруг нас только одни гостиницы. И это на самом деле очень хорошо. Дорогие друзья, мы сейчас с вами посмотрим двухместный номер. Вставляем карточку. Здесь у нас на входе зеркальце. Есть место для того, чтобы повесить свои вещи. Также место для хранения. Плечики, пожалуйста. Если вам чего-то не хватает, всегда можете обратиться на рецепшн. И вам все это предоставят. На входе мы уже привыкли к тому, что здесь есть зеркало. Также санузел. Давайте посмотрим, как здесь выглядит. Раковина, зеркальце, туалет. Все очень симпатично. Мне прям понравилось, как номера выглядят. Также есть бдуардный столик с зеркальцем. Пусик, чтобы посидеть, конечно же. Холодильник, телевизор и сплет-система. Двуспальная кровать и доп-место. 2200 стоит, если только вы вдвоем сюда приезжаете. 2400. Если вы приезжаете, кто-то у вас будет на доп-месте спать. Также номер оборудован, конечно же, балконом. Балкон для двухместного номера у нас выглядит. Вот так вот. И тоже с видом на двор в эту сторону. Если вы приезжаете с маленьким ребенком, за 100 рублей можно взять доп-место. Можете посмотреть меню обед и ужин, которые предоставляются в этом отеле. И посмотреть, какие цены. Столовое отеля White. Завтрак с 8 до 10. Сейчас удают трех обед и ужин с 6 до 7. Ужин и обед я вам показал по меню. И можете посмотреть, что предлагают на завтрак. То есть вы приходите, садитесь, говорите, что хотите, вам выносят и кушаете. То есть мы когда начинали съемочку, но завтрак здесь вообще была полная посадка. Расстояние до пляжа по навигатору мне показывает 900 метров пройти. Это Яндекс. Можете проверить. И у вас спартанский 5, как я и говорил. И давайте прогуляемся, посмотрим, что здесь есть интересного и, может быть, важного и нужного для того, чтобы вы хорошо отдыхали. Мы выходим на Южный проспект. Это здесь, с правой стороны, шашвучник готовит, шашвучок возле гостей, Алеша. Довольно-таки очень популярный тоже. Есть столовые, магазины, все, что вам только надо. Шаговая доступность. В ту сторону у нас находится параллия буквально, не знаю, там 100 метров пройти. И мы с вами поворачиваем направо, пойдем на пляж по улице Мира. Перебрались через дорогу и тут под тенечком мы двигаемся. А почем черешни, ребята? 150. Ну, спасибо. Видите, по 150 рублей можно прикупить черешенку. Очень вкусно, классно. И тут тоже всякие разные вещи продают, ребята. Разнообразные экскурсионные точки. Поворачиваем на улицу Мира. Можно пойти по правой стороне. Советую тем, кто хочет сэкономить. Не будет большое расстояние торговых точек. Ну, а мы пойдем по левой, посмотрим, что у нас все тоже работает. Магазин Супермаркет, продукты продают. Фитнес-зал есть рядышком. Мы проходим с правой стороны. Спорт-комплекс. Видите, это готовят шаурма. Можно сесть перекусить. Допустим, Мира 220, картошка 100 рублей. Шаурма Магляр 200, картошка, шарик 100 рублей. Нагицы 120. Там шампусик, выбор разных напитков. Все продается и, пожалуйста, под зонечками посеять. Также здесь чашечок жарят. Столового гостевого дома Руно. 5 человек за 100 рублей можно прикупить. Блин, блин, еще есть такая даже тема. Я на самом деле понял, что говорить о том, сколько кто ходит до моря, наверное, бесполезно, потому что у каждого свой шаг, свой режим. То есть, ну, показывает там 900 метров в километр. То есть, примерно располагайтесь. В этом году могу сказать, что здесь сделали. Смотрите, какую тропинку. Прям очень круто. 220, 220, абрикосы местные, 220, персики, слива 220, нектарины 220, клубничка, лукошка 200 рублей, килограмм 300 рублей, тутовник 300 рублей, лукошка, стаканчики по 150. Арбуз дынка? Дыня 100 рублей, арбуз 70. Арбузчики, помидорчики? Так, помидоры 150, огурцы 70, виноград 250, яблоки 150, бананы 150. Армянский сникерс? Да, по 60, 100 рублей 150. Спасибо большое. Спасибо. Вот прямо от души говорю, потому что я 5 лет ходил, говорю, ну, ребят, ну, как так? То есть, везде идешь тротуары, здесь бац, куска нет, потому что людям на колясках с колясками очень сложно перебираться было по граве. Теперь есть тротуар. Это прям событие. Отвечаю прямо от души. Спасибо. Еще одна столовая есть покушать. Это гостевой дом Патра. Здесь, кстати, растет халявная черешня. Ее подрезали высокой, а теперь до нее, блин, вот как достать? Неужели Азаровский в этом году не съест ни одной халявной черешинки? При пространстве, вот именно с этих деревьев я, честно, уже много съел. Не, не достану. Это столовая гостевого дома Илиада. Можете тоже видеть работу. Тут, ребята, шашурчок жарят под коньячок. До сюда у нас ходит 23 маршрутка, на которой можно приехать со всего Витязева на пляж и потом дальше прогуляться до улицы Мира. С левой стороны находится точка, на которой жарится шашурчок Актурик. Уже, по-моему, на работе. Ребят, всем доброе утро, доброго дня. Всем учету Азаровского. Приходите к нему обязательно, будете ходить мимо. И идем с вами дальше. Здесь продается квасик, фрукты, овощи. Улица Знойная пошла туда влево. На большей части можно пройти в ту сторону. Еще дальше уйти на дикие пляжи. Пожалуйста, здесь ребята готовят домашнюю выпечку. Вкусняшки разнообразные. У ребят у всех настроение прям отличное. Люди потихонечку увеличиваются. Это не может не радовать. Показал вам красоты. Косички делают ребятки. Рыбку продают. В общем, где-то. У вас, по-зади, 200 рублей, предлагают шарма, шашлык, скокси, фрукты, овощи. Ну, я не знаю, тут, в принципе, все, что угодно можно показывать. Потому что точки очень большие. И выбора очень большие. Здравствуйте. Как красота, ребята. Приезжайте. Самое главное, берите себя. Хорошее настроение. Купить витязь его можно абсолютно все, что вам надо. И что дать ставит вам большинное удовольствие. То, что продается абсолютно все. Даже идешься, это, пожалуйста, пиво, рыба. Причем разнообразно. В холодильнике лежит шикарно. Даже по пути попадается на перед морем еще один продуктовый магазинчик. Крема. Еще вкусняшки разобразные. Подпивасик. Кафе, суши. Все, что хотите. Мороженое. Просто выбор, наверное, баснословный. Вот тут наши, кстати, друзья, работают. Здравствуйте. Пиво не подорожало там, где есть. От души. 10 грамм в подарок. Выпечка делают ребята тоже. Очень молодцы. Ну, позитивно. Все прямо очень классно. Меня это нереально радует. Так что приезжайте, отдыхайте и наслаждайтесь. Вот здесь еще перед самым морем столовая. Чтобы не путаться, я в отдельном видео снял, ценники все показал, прочитал, как просили. Поэтому смотрите отдельный видеосюжет. Цены, я честно хочу сказать, что хорошие у нас в этом году. Хотелось бы, конечно, чтобы все было бесплатно, но, к сожалению, все в магазинах подорожало. И, соответственно, есть реакция. То есть столовых. Но все равно я думал, что мы придем, вообще будем уже ссаться тем ценникам, которые предлагают. Но вроде бы все в рамках разурного. То есть здесь на проходе администрация убрала 1 ларек, поставили 20. Прям классно. Но появляется потихонечку настил. То есть чуть-чуть уже можно будет пройти по песочку. Чуть-чуть по досточкам. Здесь мохито. Кстати, вот тут, ребята, говорили 200 рублей, что ли, на батуты целый день. Ахитоп, обходите. И вот приходите целый день, прыгайте. Вон, бак, ребята, предлагают. То есть очень много такой классной движухи. Такая, знаете, атмосфера прям легкости, счастья. Идешь, получаешь удовольствие. Температура воздуха в данный момент у нас 31 градус. Пока менял батарейку, друзья, температура воздуха стала 34,5 градуса уже. Вот так вот. Представляете, 35. В прогнозах таких температур вы не увидите, к большому, к сожалению. Но по факту довольно-таки жарко. И кто-то уходит уже с моря, кто-то идет на море. Я, честно, советую ходить в часика в 6 утра с рассвета. Будет очень приятно купаться. Море будет самое чистое. И уходить в часика в 10, там, пол-11. А потом уже в часика в после 4, там, в 5 тянуться опять на море. Будет самый классный и правильный отдых. И ваша кожа вам скажет спасибо. И самое главное, не забывайте, когда идете с пляжа, улыбайтесь, пожалуйста. Вдруг тут Азаровский снимает. Батутная зона. Абонемент на день 500 рублей. 150-10 минут попрыгать. Ну, сколько надо, что-то делать. Косички заплетают. Работает бар. Здесь есть переодевалочки, батуты. То есть все детские развлечения. Лежаки здесь по 500 рублей. Ребят, за сумму не спрашивайте меня. Есть возможность прийти отдыхать бесплатно. Весь пляж и спереди, и сзади теневых зон для ваших услуг. Также вот, смотрите, делают массаж. Ну, как девушка, старайтесь, смотрите. Хотел бы полежать под массажными руками. Давно, кстати, не получила массажа. Ух ты, ёк, Макарёк, мои дорогие. Посмотрите, сколько здесь людей. Как приятно видеть таких довольных, счастливых. Дай Бог, чтобы у всех отдых получился именно такой, какой они запланировали. Сейчас, конечно, интересно глянуть, какое море. Ваать, моя женщина! Ребята, вы посмотрите, что творится. И вот это Юра прям кайфанул. И самое интересное, конечно, какое же море. Говорят, зеленое, да? Они себя подобного говорят. Море шикарное, чистое, классное, великолепное. И, конечно же, людей прям приятное количество, друзья мои. Мы всем желаем хорошего отдыха и позитивных ощущений. Сейчас я замерю температуру водички и озвучу вам. Над морем 33 практически температура воздуха. А теперь, друзья, смотрите, температура воды 23. То есть, насколько быстро прогрелось море. Сегодня с утра было 18.3. Ну, тем, кто выбирает эти места для отдыха, смотрите прямые номера гостевых домов. Приезжайте, отдыхайте. Для вас снимаем, показываем цены, чтобы вы могли отдыхать. И знать, сколько для вас брать денег, чтобы была возможность, как говорится, рассчитать свой отдых. Все по-честному, все по факту. Приезжайте, отдыхайте. И дай бог, чтобы вы смогли ворваться и получить все максимум позитивные эмоции. Машите ручкой. Хороший отдых вам там, девочки. От души. От души. Ван души. Эх, ребята, что может быть красивее? Прям печально меня обдали водой. Прям четко так в меня струя вошла. Слушайте, я прям радуюсь. Надо сказать, что я нереально счастлив. Дай бог всем хорошего отдыха.